итак всем привет и вот мы уже практически достигли концовки основной кампании dark souls 2 не считая конечно же dlc в другой части есть еще целых 3 dlc которые по продолжительности наверно как половина dark souls 2 и шалкуа советует нам посетить воспоминания гигантов которые пришли через море и наказали вендрика за то что он до этого у них что-то украл ценное также мне еще попросили рассказать немного о лоре древнего дракона которого мы убили в прошлой серии и рассказывать особо нечего единственно что может сказать это то что этот дракон на самом деле не являлся настоящим древним драконом так как из него выпала не душа древнего дракона а душа гиганта древний дракон был создан алдией как и практически весь другой бестенарий в dark souls 2 всех кого мы постричали в цитотеле алдии были созданы его руками помните ту самую груду трупов гигантов так вот как раз экспериментируя над их телами и душами он каким-то образом создал великого дракона и наверное он считал что это каким-то образом поможет ему победить проклятие также скорее всего наша изумрудная вестница это тоже его творение но об этом мы поговорим немножко позже давайте соберем подарки ковенанта бесшумность и кольцо с синим слезным камнем и больше нам этот каменант не нужен мы достигли максимального уровня в каменанте синих стражей кольцо с синим слезным камнем у нас вообще такое уже было и бесшумность кстати тоже у нас уже было бесполезные подарки и давайте знаете что сделать давайте наконец-то уже прокачаем пиромантию у нас как вы знаете есть два типа пиромантии это темное пиромантическое пламя и обычное пиромантическое пламя но темное пиромантическое пламя мы использовать не будем так как чтобы его эффективно использовать нужно очень сильно заморачиваться их нужно соблюдать какие специфические требования нужно быть полым и желательно очень сильно полом чтобы наша строка жизни было у половинена и только тогда это темно-перметическое пламя будет наносить эффективный урон поэтому лучше как мне кажется использовать обычное пирамантическое пламя не не заморачиваться также давайте немножко утром у нее пирамантии сфера да давайте все скупим чего у нас нет душ у нас много мне уже надоел хотеть с двумя катанами давайте поставим просто катану какой-нибудь щит например щит дранглика и пирамантическое пламя урон от пирамантии считается от суммы интеллекта и веры и скелетс по-моему каждые 10 очков то есть желательно чтобы сумма веры интеллекта была кратная 10 то есть в данном случае у меня будет 20 и это даст хоть какой-то пуск нашей силе пирамантии также еще бы желательно прокачать ученость кстати может даже лучше ученость прокачать до 13 чтобы стало открыто две ячейки а телек то веру мы поднимем потом не хватает не хватает но я думаю что мы сейчас подфармим немножко душ и давайте вернемся в бухту брайтстоун для того чтобы найти настоящую душу великого дракона это локация у нас переведена на нг плюс один нужно быть осторожнее лучше просто бежать не останавливаясь еще и фантомы вторгаются нам нужно как можно быстрее добежать до места где мы убили фрэй вот этот человек полка не очень в тему стоит ничего не собираем там за нами еще бежит следом фантом лучше не останавливаться полные крестьяне посмеет ли они за зайти до почему бы не посметь пауки нам сильно не докучают у нас факел и вот он настоящий древний дракон которые откопали эти рудокопы и здесь мы можем погрузиться в прошлое воспоминания дракона и мы вернулись в очень отдаленное прошлое по сути это место это тот самый лес где жили драконы который впоследствии разрушил гвин со своей свитой ведьма изолита спалила их деревья и самое важное что здесь можно найти это душа древнего дракона которая содержит достаточно странный лор на самом деле душа великого древнего дракона ожидающего в глубине храма это гордое могущественное существо ждет того кто сможет прийти к нему кто бы это ни оказался некоторые считают что это дракон из первого dark souls который возглавлял ковенант и находился как раз в озере золы где были вот такие же деревни так давайте вернемся костру я не помню кто из этой души делает оружие а у меня забыл я забыл забыл сделать очень важную вещь блин я сейчас убью очень страшно так давайте сбегаем побыстрые корни проверим сейчас нормально пообщаться не дадут блин лучник так нет а иди ты в задницу закрой дверь двумя эвелинами двумя эвелинами вообще маги поливают все очень очень плохо что это что это что это что это опять пожалуйста да с человеческой фигуркой влез в диалог да она делает из души древнее дракон оружие в эру древних мир был бесформенным его окутывал туман это была земля серых утесов древних деревьев и предсносущих драконов это практически повторяет диалог из начальной заставки dark souls 1 и теперь у меня есть несколько вариантов куда пойти дальше либо пойти в воспоминания гигантов либо посетить темную бездну былого и на самом деле разумнее сейчас на данный момент наверное все таки пройти воспоминания гигантов а не просто проще так я кстати так и не составил нормальные заклинания давайте поставим огнишар и какую нибудь мощную пиромантию пиромантию типа шторма хаоса либо у меня есть еще один интересный вариант это сходить в замок дранглика и убить попробовать по крайней мере убить двух боссов чтобы продолжить квест на влана и давайте все таки схожу в замок дранглик здесь нам понадобится королевское кольцо сим сим откройся кстати как можно заметить если на нас одето кольцо то вот эти статуи не оживают стоит нам это кольцо снять опа магия и мы попадаем в трон желаний но это еще не совсем трон это путь к трону место очень сильно напоминающее одно место из первых dark souls которое называлось горнила первого пламени ну по сути трон желаний горнила первого пламени это небольшой спойлер можно сказать слова синонимы и смотритель трона и защитник трона если честно это очень дебильный босс мне он не нравится мне никогда особо не нравились боссы когда их по два потому что нужно постоянно вымерять время для атаки ух ты нельзя сами по себе боссы имеют можно сказать одинаковый мувсет да один из них немножко пожирнее другой послабее один силовик другой более шустрый даже он убит и крутит ух и щиты у меня тоже щит который я постоянно забываю мать его использовать и одна комбай и меня не стало ты не обязательно ставить кольцо чтобы открывать эти двери открываться сами единственная проблема то что открывается очень медленно и сейчас нам просто бы могли оставить их открытыми зачем от это постоянное ожидание и конечно тоже еще расстраивает то что очень странное решение не сделать костра где-то поближе к этому боссу учитывая то что это может сказать конец игры и по идее если этого босса убить убивать не сейчас а потом то там будет 3 босса подряд и постоянно бегать туда-сюда умирая от них это конечно не очень круто кстати да у меня проблема с человечность здесь хорошо помогает до щит и самое еще главное это нужно этого босса убивать постепенно то есть нужно сконцентрироваться только на одном из них нужно снимать им жизнь желательно равномерно потому что если убить одного то другой потом начнет его воскрешать ой блин ну как же чтоб голодный и в яму не упал день был бы прожит просто зря так я думаю может после против этого босса больше бы зашла огромная дубина огромная дубина я не перегружен попробуем ее на молнии закалить да да дайте хоть раз нормально попить куда от вас нужно убегать чтобы мне попить далее нет його он открылся и сосредоточиться когда все получится сейчас начинаю Ты зря Причем когда у них, по-моему, остается меньше половины жизни У них как бы вторая фаза включается Меч уже свой зажег Второй зажгет Пей быстрее Убрал щит О-о-о Входим Пьем Пиромантия Скажи, она медленная пиромантия, да Фух, не так А нет, краешек, краешек Отходите поближе Я вас чаем угощу Нет Ноль жизни Здоровая бегает-то быстро Да что я весь дамаг-то ловлю Сегодня Ужас какой-то Это, наверное, самый мой худший бой Зашибиско Ужас какой-то парамантия Щит доставил Вот, а я убил У меня, кстати, нет Жизни осталось Давай Либо он, либо я Собака Надо было В две руки оружие взять Тогда бы ему хватило Ох Ну что ж Какая-то уже моя третья попытка Субтитры сделал сейчас Все Продолжение следует золы убери смолу точнее это там зажигает то какого хрена бежим отхватил а что-то я щит поставил сам не забывай закрываться постоянно ни хрена себе дамаг да что самое смешное это то что этот босс реально мне кажется сложнее чем два финальта так вот из тыла решил зайти начинает по очереди бить навременно бить двоих цепанул и и и и и Играет музыка. Я не хочу умирать. Пощадите. Капец, у них еще длинные такие ковырялки. Щит успел поставить. Удивительно, как он меня достал. Так, у меня паника. Я начинаю жать не те кнопки. Удивительно, как он меня достал. Я промолчу над своим скиллом игры. Душа защитника. В общем, две души далее. Как можете заметить, их души пропитаны тьмой. Так же, как и душа Вильстадта, кстати. И это неспроста. Все приближенные к Вендрику, все души пропитаны тьмой. Трон Короля Священный Престол. И ему нужен подходящий защитник. Трон Короля Священный Престол. И Смотритель не спускает с него глаз. Да. Такой себе лор. В этих душах, возможно, в описании их оружия будет что-то больше. Интересно, но я уже не помню, что там. И да, к трону желания мы пока что пройти не можем. Нам не хватает одного очень важного ингредиента. Поэтому остается только свалить отсюда. Так, смогу ли я поднять три уровня? Нет, только два. Чуть-чуть не хватает. Так, ну ладно. После того, как мы убили Смотрителя Защитника, мы зажгли последний огонь на карте. И теперь нам Кейл отдаст необходимый нам предмет для того, чтобы продолжить квест на Влана. Так, стопаем. Так, стопаем. Ну, в общем, Кейла постигла та же участь, как и вся, и другой нежити в этом королевстве. У него произошла амнезия. И он нам дает свой доспех, ботинки и шлем. В общем, ничего он больше не говорит. Да, кто ты такой. Кожаный доспех Кейла. Доспех пехотинца из Миры. Предложил Кейлу картографу. Очевидно, Кейл купил их у прежнего владельца за бесценок. Вещь недорогая, но удивительно прочная. Ну, что она имеет такой же лор. И шлем. Ради которого тут весь сыр-бор имеет такое же описание. Так сказать, опережая события, чтобы не бегать туда-сюда десять раз, давайте сходим к старухам. Мне нужно немножко перекачать своего персонажа. Так, и насколько я помню, нам нужно 20 интеллекта и 20 веры. Так, силы и ловкости по 20. Ну, а на стойкости ставим 28. Силы, ловкости, интеллекты и раз поставим по 20. Дурацкий билд на самом деле получился. Ну, неважно. Нам сейчас самое главное получить. Нужен нам предмет. Для этого нам нужно в рощу охотника вернуться. Поговорить с нашим ведьмаком. И после того, как он понял, что мы достойны, у нас есть 20 интеллекта и 20 веры, он нам дает посох заката и свой сет. Сет ведьмака. Посох заката. Говорят, этот посох изготовили в Алдии. Усиливает действия волшебства и порчи. Особенно эффективен при использовании порчи. Загадочный повелитель Алдии. Ну да, перевод 5 баллов, как всегда. Заперся в усадьбе, чтобы проводить различные эксперименты. Те несчастные, что попадали в усадьбу, постепенно превращались в ужасных чудовищ, обреченных бродить по залам. Это очередное описание тех экспериментов, которые проводил Алдия. Так, и что нам нужно для этого посоха? Да, для этого посоха как раз 22 интеллекта нужно было. Очень жаль. Если его брать в две руки, то так это здесь не работает. Может, конечно, другой катализатор взять, но просто этот хороший. Так, что он еще продает? Рапира хаоса, щит хаоса. Колокольчики архидракона. Так. Какую порчу ты продаешь? Сфера тьмы. Давай прикупим. Хотя давайте вообще все выкупим. Почему же там, чтобы к нему больше не возвращаться. Так, остальное у меня есть. Другое у меня есть. Кажется, за защитой жизни нам не надо. А, да, еще сет. Мантия ведьмака. Принадлежала Фелкину изгою сторонников. Тьмы часто манят внутрь вихря. И после этого они редко возвращаются. Возможно, там есть что-то, к чему в глубине души стремится каждый человек. Вот так этот сет выглядит. Так, и теперь нам нужно вернуться опять в замок Дранглика. Давайте поставим какой-нибудь пока другой катализатор. Попробуем в кого-нибудь пострелять тьмой. Меня просто часто спрашивают, почему ты не используешь магию в Dark Souls 2. Покажи магию. Ну, давайте попробуем вам показать ее. Ну, допустим, черный пусок ведьмы. Возьмем сферу тьмы. Ну, я такой ведьмак, что я тут, блин, интеллекта мне не хватает. Тут нужно по 25, по 26, вера, интеллекта. Ну, в общем, нужно перекачивать. Так, больше он нам не лазит. Так, и нам нужно вернуться... А, так стоп. Зачем я в замок Дранглика-то пришел? Мне же нужна цитаделя Алдии. У Порчи есть такая очень хреновенькая особенность. Если ее использовать, то за каждый заряд она жрет душу. И это, к сожалению, очень пошло. На самом деле, пользоваться тьмой можно и не имея душ. Только у турона они будут наносить на порядок меньше. Так, а, кстати, да, я человек. А когда я человек, если я подойду к Навлану, точнее, это не совсем Навлан. Это бедный маг. У этого мага, как вы могли уже заметить, раздвоение личности. Когда я прихожу к нему в виде человека, он ведет себя... Очень напуганно и не желает, чтобы его выпускали, так как он может навредить людям. Это такой у нас здесь местный доктор Джекилан и мистер Хайт. На самом деле, мы читали в описании о том, что Навлан-то уже давно как нежилец. Джекилан и мистер Хайт. я сейчас получил награду за то что я типа убил кейла показав ему его шлем я хочу тебя убить еще один твоя цель является Фелкен, Хексер как доказательство, дай мне мне это неправильное септер его что ты думаешь? да, очень хорошо но он будет отличным да, я уже все решил по-доброму запретное солнце запретное солнце это, по-моему, пиромантия, насколько я помню пиромантия, пришедшая из ритуалов Алди, выпускает огромный шар огня, поражающий взрывом большую область чем можно оправдать столь огромную разрушительную силу впрочем, алдийские безумцы никогда не задавались такими вопросами что классно у пиромантии, то что на нее не требуется никаких параметров интеллекта, веры не требуется не требуется что они не требуют как раз И светит дорогу для вас, укрепленных бомбов. Насколько. Когда она умерла, я не умерла. И я буду рад, чтобы остаться здесь. Та девушка умерла. Бей её ко мне. Теперь пойдём. А перо у нас уже есть Муза. Ее зовут Музой. Похоже, что она в Лам выступает против циклов перевожжения пламени. И хочет, чтобы мы убили хранительницу огня, которая является пастырем для проклятой нежити. В данный момент мы являемся самой жирной овцой для нее. Выблеск магии. Это заклинание усиливает вашу магическую мощь. Сверх всяких пределов. Но пока длится его эффект, ваше здоровье будет заметно снижено. Ужасные деяния, творившиеся в Алдии, привели к появлению кошмарных порождений тьмы. Всевозможных уродств и искажений сущностей. И теперь с ним можно торговать. А также оно нам дает свой сет. Мантия волшебника хаоса. Теперь он называет себя Навлааном. И существует некая теория о том, что некий волшебник, имя его неизвестно, который находится как раз здесь, который сам себя запер. Каким-то образом в него вселилась сущность Навлаана и частично поглотила его разум. После того, как он это знал, он больше не хочет причинять вреда людям и запер себя вот в этой комнатушке. Но его можно всегда выпустить. И тогда он начнет ко мне вторгаться в различных местах. Также он продает еще и сет черной ведьмы. У нас, кстати, он уже есть. И сет астролога. Лунная шляпа. Такие шляпы носят мельфийские астрологи. По мнению астрологов, при определенном расположении небесных тел можно получить магические силы прямо с неба. Хотя все мудрейшие астрологи Академии вместе взятые так и не смогли стянуть мантию с небес. Но их открытия привели к созданию множества крайне полезных магических устройств. Кварцевое кольцо грома плюс два. Отлично. Десять углей вражды. А, дракония талисман. Ну, магию он, к сожалению, продает такузе. Очень обычную. Ну, вот, в принципе, и весь квест на Лана.